Более 22% детей в России, по данным Росстата, проживают в неполных семьях с одним родителем. Покинувшие семью обязаны выплачивать материальные средства на содержание своих несовершеннолетних детей, но с каждым годом многие безответственные родители придумывают все больше лазеек, чтобы избежать уплаты алиментов, ставе и без того разбитые семьи в совсем плачевное положение. В помощь детям в Госдуме призвали установить новый размер пособий для детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Об этом сообщают РИА Новости. Глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи Нина Астанина подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособия для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации. В качестве минимального размера пособия несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов. Проблема, поднятая в Госдуме, является как никогда актуальной в обществе. Ведь по известной статистике в 2022 году на 26% увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителям алиментов на содержание ребенка. Мы решили узнать, что об этом думают величайни. Конечно, когда в семье рождается ребенок, то есть оба родителя несут определенную ответственность за них. И, конечно, это обязанность родителей расти детей, воспитывать их, независимо от того, живут родители вместе или не живут. Должна быть, я считаю, ответственность, возможно, даже уголовная, может быть, естественно, условная какая-то. Ну а как? Как вот ребенка родил, и куда его? А кто? Государство его должно обеспечивать? И государство, конечно, может что-то дать, но это снимает, получается, ответственность родителя. А первоочередная ответственность на нем должна быть. Сейчас все в соцсетях, все выставляют все. Все можно отследить, как человек живет. Если он не платит своему ребенку, и у него якобы официально 10 тысяч зарплата, то вы спросите, с чего вдруг он поехал в Дубай отдыхать там, или купил себе там, допустим, новую машину. Родители, конечно, все-таки должны нести ответственность какую-то за своих детей. В крайнем случае государство, ну, может быть, как-то поделить ответственность какую-то часть родителей, если уж совсем все так плохо, и государство тоже должно поддерживать детей. У нас, в принципе, государство пытается, как сказать, поднять рождаемость и все вот эти вещи. А то есть у нас достаточно матерей, которых бросили мужья в итоге, и, ну, очень сложно, естественно, поднимать ребенка одной. И, ну, конечно, тоже не совсем правильно полагаться полностью на государство, но это было бы неплохо, когда какая-то поддержка есть. Дети и кушать хотят, и в школу надо собрать ребенка там и так далее. Ну, жалко таких детей, которые растут без родителей. И, конечно, тяжело бывает. И найти родителей, и мама отказывается, папа отказывается. Инициатива народных избранников также подразумевает создание Государственного алиментного фонда Российской Федерации, деятельность которого должна гарантировать материальную поддержку детей, чьи родители оставляют своих чад без средств к существованию.